Девушки отдыхают Был такой момент, что от невыносимой боли я просто валялась по полу, каталась, взяла иконочку крошечную, плакала, вот, ну, можно сказать, кричала, Господи, помоги, вот, и вдруг в одно мгновение, это секунда, вдруг все изменилось. Мне стало хорошо, я стала понимать свою жизнь и себя совершенно по-другому, иначе, ну, то есть с головы на ноги все встало. Светлана родилась в деревне Выхино. Детство вспоминает с удовольствием. Дом у родителей был свой, деревянный, а вокруг огромный дивный сад. Родственников в деревне было много. Девочка росла с двоюрными и троюрными братьями и сестрами. Это, конечно, удивительный мне Бог такой подарок, такое детство дал. Огромные яблони, необыкновенные, вкуснейшие. Сейчас уже даже сортов таких нет. И я помню каждый кустик, каждую вот ягодку, где что было. То есть с детства я помню все подробно. Вот, помню горки, как я первый раз училась кататься на коньках. Вот это вот закрученные снегурки, вот эти были. Новый период жизни начался в студенчестве. Светлана поступила, как хотели ее родители, в Бауманский институт. Свободное время она посвятила театру, выставкам, спорту. Много читала, полюбила поэзию. Всех влекла вот эта вот волна, как-то в нее попадаешь. Московский ритм, московская жизнь. Ну, трудно было, конечно, не поддаться этому. Познакомилась я с девочкой, которая была увлечена театром. Так как мы с ней дружили, вот начали мы в театры эти ходить. Театры, выставки, какие-то книги модные. Театральные фанатки билеты в то время доставали кто как мог. Интересовало не искусство, это был азарт. Во что бы то ни стало попасть на модный спектакль. Чтобы попадать в театры, нас ничего не могло испугать. Я, наверное, в душе максималист. Я стараюсь, конечно, на сто процентов выше своей головы хочу прыгнуть. Если в спорте лучше всех, ногу поднять выше всех. В театры, если пойти, то больше всех увидеть. Выставки все, и премьеры, и кинопремьеры, и театральные премьеры. Все-все-все это было. Однажды в летнем спортивном лагере девушка подружилась с интересными молодыми людьми. Среди них оказался и ее будущий муж. Светлана перешла учиться на вечернее отделение и на другой факультет. Так началась ее семейная жизнь. И уже я, наверное, повзрослела и, наверное, попала на тот факультет, который мне понравился. Потому что мы там изучали медицину. До этого я была на факультете ИВМ. Конечно, мне это все не нравилось. Это скучно было. Электроника это все. Там было то же самое, хоть они ее назвали, медицинская электроника. Но уже учеба совершенно пошла в другом ключе. И я, собственно, домой приходила в 11 часов. Вот утром уходила на работу. Светлане исполнилось 25 лет. Начались поиски смысла жизни, себя. Тогда появились вот эти все. Вся эта литература Рериха, Балавацкая. Когда заговорили про экстрасенсорику, каждый ощутил в себе какие-то, наверное, способности. В том числе и я. Все вот эти массажи на расстоянии био, все же этим тоже увлекались. Но мне кажется, что я себя просто не осознавала в тот момент. Смысл жизни. Начала луновать лет в 25, может быть. До боли. До боли. Но опять-таки поиски смысла жизни. Опять это поэзия какая-то. Книгу прочитать, а вдруг там найдешь. Потому что духовно это же надо было в храм пойти купить. Духовную книжку-то. А то, что продавалось на улицах, этого не было. Но однажды, словно чей-то зов, появилась мысль о том, что больше нельзя просто так скользить по жизни. Это произошло на Кипре. Мы были первыми русскими, кто поехал на Кипр. Муж круглые сутки был на работе. Я сидела одна. То есть полная-полная изоляция. Плюс еще очень сложные отношения с мужем. В общем, можно сказать, меня тогда здорово припекло. И появилось, я тогда помню, что острое желание исповедоваться. И я поняла свои некоторые грехи. Что да, вот какие-то грехи есть. Действительно они грехи. И мне их надо было сбросить. И вот это ощущение невыносимости больше вот это таскать на себе все это. Вот оно пришло как раз на Кипре. И у меня такая была исповедь келейная, можно сказать, она главная, может быть, в моей жизни. И я исповедовалась у архимандрита Иннокентия Покойного, который издавал Библию русскую. Иконочку он мне крошечную подарил, просто открыточку. Борис и Глеб. Потом только я уже узнала, что Борис и Глеб, вот им нужно молиться о даровании смирения. На Кипре было Рождество. И мне подарили огромные каравай хлеба, вот такого рождественского. Я вкуснее ничего в жизни не ела. Тоже на тот, по тем ощущениям, моим первым. Мне казалось, что как хорошо. Я летела буквально на крыльях. Вот представляете, город, в котором практически никто не ходит. Пустынная ночь. Я вот одна иду по Никосии с этим хлебом. И самая счастливая, потому что я по-настоящему ощутила то, что вот эти, как мне казалось, жуткие грехи, вот они действительно таинством покаяния, они были сняты с меня. Вот от этого было счастье. Но когда супруги вернулись в Москву, жизненная активность Светланы свелась к нулю. Началась депрессия. Полгода она не выходила из квартиры. Я, можно сказать, заболела телевизором. То есть я смотрела телевизор до шести утра. Вот. И я от телевизора заболела. По-настоящему в больнице, в Водкинской, лежала с почками. Одна из причин такого нервного состояния Светланы – ее переживание о том, что браку уже почти 15 лет, а детей у них нет. Бог не давал. Даже был период такой, что я очень сильно переживала, нервничала, потому что, естественно, все спрашивали, да когда же, да что же, да как же. Вот. И я не умела верно ответить, так, чтобы не травмироваться. Ну, то есть я по этому поводу я получала очень много шишек. Вот. Через какое-то время я поняла, что ну и это надо понести, и это надо потерпеть. Но вот поздно. Бог дал ребенка. Вот это я себя нарисовала. А это дерево. Сейчас вот рисовала. Это вот мама. Для мамы сочинила стихотворение. Мама, ты люби меня, не жалей сил. Пусть я и ты друг друга любим мы. Я никуда. Куда же мне идти? Куда без мамы мне родной? Нет, не покину я тебя. Люблю тебя я, мама дорогая. Я задумалась о том, что без Бога вообще жить невозможно. Просто ни одной, ни единственной секунды. Вот. Что ты даже себе не принадлежишь. Ты Божья, ты должна стоять перед Богом, жить для Бога. И когда вот это понимаешь, и когда так пытаешься жить, то приобретаешь при этом совершенно вот бескорыстно, Бог дает колоссальные силы. захотелось чаще причащаться. То есть уже даже до ощущения жажды. То есть жажда настоящая. И был у меня период, что я еженедельно причащалась. Ребенок — это спасение настоящее. Как, собственно говоря, и вот апостол Павел говорит, что мать детьми спасается. Это вот на мне все происходит. Я спасаюсь. Я думаю, что если бы я вот этих болей не испытывала бы в жизни, зачем тогда мне молиться? Мне бы и молиться не надо было. Так бы я бы и ходила бы в театры, так бы я бы ездила в эти поездки. То есть все вот эти боли, все это было вот, вот меня Бог спасал всем этим. Вот. А потом ребенок, то есть это совершенно уже, это уже Божий подарочек. Нам Господь, дает свободу выбора. И мы только лишь выбираем, и мы и молимся. Остальное делает Бог. Но молитва это как? Это то, что ты знаешь, что ты не одна, вот у тебя есть Бог, и ты его просишь. И вот опросишь именно в молитве. Если говорить о счастье, его счастье на земле нет, оно в царстве небесном. Но какие-то крупинки, которые выражаются через радость, да, конечно, они здесь есть и колоссальные. Вот. Я могу сказать, что когда я почувствовала помощь Божию, что я не одна, тут у меня, конечно же, многие мои душевные болезни прошли, потому что я никогда теперь не бываю одна, я знаю, что я с Богом. с Богом.